уж сколько раз твердили миру купить недвижимость за границей заманчиво но давайте все таки подумаем а что потом какие траты предстоят вам полноценному собственнику жилья давайте считать о расходах на содержание недвижимости многие начинают задумываться уже только после приобретения и очевидно напрасно скорее всего это нужно делать заранее или на давай обсудим тогда порядок вот этих расходов и что предстоит тратить на содержание на обслуживание недвижимости в испании какие вообще статьи расходов существуют если мы говорим покупки будь то квартиры или вилла в основные расходы которые можно выделить это налоги это коммунальные платежи это расходы на страховку и расходы на перевод документов для банка который необходимо подавать один раз в год обязательно чтобы избежать блокировки счета и всех вытекающих из этого последствий начинаем с налогов какие налоги ежегодно нужно платить собственнику недвижимости в испании во-первых это налог на владение недвижимостью его расчет зависит от кадастровой стоимости и от муниципалитета где находится данная недвижимость то есть от муниципалитета к муниципалитету сумма отличается да вплоть до того что в одном автономном сообществе в одной провинции но в разных городах разная сумма ну давай какой-нибудь пример скажем для Коста-Бланки какого-нибудь региона да например регион в котором находимся юг Коста-Бланки город Торевьеха здесь налог на недвижимость составляет 0,45 от кадастровой стоимости как высчитывается кадастровая стоимость и насколько сильно отличается от той цены за который объект был приобретен кадастровую стоимость можно посмотреть в кадастровом реестре это доступная информация ресурс сайт если знать где это делать насколько она отличается от рыночной стоимости она отличается но как правило незначительно и всегда меньшую сторону исключительные случаи бывают когда кадастровая стоимость бы может быть больше рыночной но это очень редко это значит что предыдущая продажа была оформлена как-то не совсем правильно и так с этим налогом более-менее понятно кадастровая стоимость но в случае с Торевьехой коэффициент 0,45 в других регионах где-то больше где-то меньше второй налог второй налог это налог на доходы нерезидента почему так называется немного странно может показаться но недвижимость в собственности в Испании если в ней не проживают постоянно она расценивается как доход как инвестиция данный налог рассчитывается по сложной формуле не просто процентный который высчитывается от стоимости хотя бы примерно сориентировать будущих покупателей то грубо говоря она варьируется от 0,2 до 0,5 также от кадастровой стоимости это очень грубый расчет налоговые отношения ограничиваются вот этими двумя налогами или есть что-то еще да есть что-то еще третий налог как для собственника недвижимости в Испании это налог на роскошь но он подлежит к оплате не для всех а только для тех кто имеет недвижимость в собственности на сумму 600 тысяч и более нужно чтобы один объект стоил больше 600 или если ты владеешь несколькими объектами сумме дороже 600 ты тоже плачет такой налог да не обязательно один объект в сумме полностью все объекты недвижимости и стоит отметить что опять же этот налог и эта сумма также отличается в разных муниципалитетах в разных регионах Испании рассчитывается кратко скажу что рассчитывается этот налог также не простым процентом а по прогрессивной шкале расчет начинается от 0,2 процента и в зависимости от той суммы на которую владеют недвижимостью также меняется этот процент где и как это нужно оплачивать налоги за стоимость недвижимости все налоги нужно оплачивать один раз в год сроки и период оплаты также варьируется в зависимости от региона Испании в нашем регионе налог на недвижимость необходимо оплачивать с начала сентября по 5 октября налог на доходы нерезидента оплачивается с 1 января по 31 декабря следующего года за отчетным то есть сегодня мы оплачиваем за 2018 год как оплачиваются налоги налог на недвижимость есть возможность подключить к автоматической оплате чтобы с банковского счета списывалась ежегодно оплата налог на доходы нерезидента невозможно подключить к автоматической оплате необходимо подавать налоговую декларацию отдельный вопрос но давай коснемся его все-таки здесь если ты сдаешь недвижимость в аренду есть некий налог на прибыль как высчитывается он и когда ты должен оплачивать его да совершенно верно если недвижимость сдается в аренду то необходимо оплатить налог на прибыль, полученную от сдачи в аренду. Оплачивается этот налог по аналогии с налогом на доходы нерезидента. Также подается налоговая декларация каждый квартал. Ну а что же все-таки с размером этого налога? Тут все просто. 19% от полученного дохода для граждан ЕС и 24% для всех остальных. Остались вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях. А в следующий раз поговорим о коммунальных платежах. Субтитры создавал DimaTorzok